Всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодняшнее видео посвящено косметике Golden Rose. С помощью нее мы сделаем сегодня с вами полный макияж. У меня есть абсолютно все средства. Какие-то средства я уже показывала и были отдельный обзор, а какие-то являются новинками бренда. На самом деле это видео можно считать видео по запросу, потому что меня просили показать некоторые средства именно не в обзоре, а как это выглядит в действительности, как это выглядит в жизни. Например, жидкие тени от фирмы Golden Rose. У меня будет сегодня такая вот прическа. Ну а начнем мы по традиции с тональной основой. Как раз-таки эта тональная основа является новинкой бренда Golden Rose. Это Total Cover 2 в 1 тональный крем и консилер в одной баночке. Оттенок у меня не самый светлый. 0,5 Cool Sand называется. Я предполагала, что он будет мне темноват. Ну и давайте я начну нанесение, а уже попутно буду рассказывать об этой тональной основе. Вот так вот оттенок 0,5 выглядит. Нанесу его буквально чуть-чуть. Что я хочу сказать? Вообще очень долго я не хотела знакомиться с тональными основами этого бренда. Почему-то мне казалось всегда, что Golden Rose прекрасно удаются помады, но очень плохо удаются тональные основы. Поэтому как-то я так не особенно рвалась к тестированию тональных основ. И очень-очень напрасно, как казалось, потому что эта тональная основа одна из лучших тональных основ, которые мне встречались вообще на данный момент. Она достаточно плотная, она действительно прекрасно перекрывает несовершенства. Она не жирная, лицо не блестит как блин после нанесения. При этом она не сушит, она не подчеркивает никакие шелушения. То есть даже если они есть, она их как будто бы немножечко, знаете, склеивает. Она идеальна во всем. Только единственное, что если вы вдруг надумаете ее покупать, вы должны ответить себе на один очень простой вопрос. Насколько вы любите плотное покрытие? Потому что эта тональная основа, как очень честно заявлено на флаконе, она действительно тональная основа и консилер. Это тональная основа, которая с легкостью замаскирует все покраснения, замаскирует все лопнувшие сосудики и все еще не прошедшие до конца прыщички. Запаха у нее как такового нет, вернее он есть, но знаете, это просто запах тональной основы. Нет здесь каких-то специфических отдушек, цветочками и василечками не пахнет. Поэтому как-то абсолютно равнодушно не оставила эта отдушка, которая, конечно же, скорее всего, есть в составе. Насчет оттенка 0,5. Я не могу сказать, что идеально мне подошел по сравнению с шеей, он все-таки на мне немного выглядит темноватым. Но 0,5 оттенок, надо сказать, будет для многих абсолютно подходящим и, в общем-то, универсальным. Я не расстроилась, что я немножко ошиблась цветом, потому что все-таки лето, я немножко загорю, и она будет идеально мне подходить. Но после того, как я эту основу протестировала, я уже просто очень-очень хочу докупить еще светлый оттенок, чтобы их с собой смешивать и пользоваться и зимой, и летом, потому что это реально абсолютно для меня идеальная основа. Я сейчас наношу кистью, и слой получается достаточно плотный, то есть при ярком солнечном освещении тональную основу видно. Но в плане, знаете, как ее видно, как вот слой, потому что слой действительно плотный. Но если разносить ее по коже пальцами, такими вот полувбивающими, полурастягивающими движениями, тональная основа выглядит потрясающе. Она, конечно, уже и не замаскирует серьезные проблемы, но выглядит очень естественно, и даже на солнечном цвете не особенно заметно. Идеальная для меня абсолютно. Еще один такой момент. Если тональную основу вы плотные не любите, я очень советую приобрести вот эту тональную основу в качестве консилера. У меня есть такая палетка от фермы Golden Rose, корректор консилера, не самый светлый оттенок, 02 Medium Too Dark называется. И я даже не буду ее сегодня использовать, потому что я хочу вам показать, как тональная основа работает в качестве консилера. Обратите внимание на лопнувший сосудик, вот этот вот прыщик, который прошел, но вот шрамик от него остался. Я нанесу прям пальчиком, как часто наношу консилеры. Буквально вот 5-7 секунд дам схватиться, а потом просто растушую. Очень часто эту тональную основу я использую, вот сейчас, по крайней мере, лето началось уже, как консилер. Мне не хочется плотности все-таки на своем лице, слоя какого-то, но как консилер, хорошо распределяя, вот смотрите, уже точечки практически не видно, а вот это, кстати, лопнувший сосудик, я вам так скажу, у кого лопнувшие сосуды на лице есть, тот знает, не так-то просто, и не любой консилер даже справится с этим. А это тональная основа 2 в 1, как вы видите, замаскировала лопнувший сосуд идеально. И еще один такой момент, она очень стойкая, она реально держится на протяжении всего дня. Я, конечно, пудры добавляю, но у меня нет таких проблем, что я пришла там с улицы через 3-4 часа, у меня здесь тональная основа есть, с подбородка слезла. Нет, она реально очень равномерно держится, никуда ничего не мигрирует, никуда ничего не слазит. То есть вот я как ушла, вот в таком виде я и приду. Конечно, у нас у всех кожа разная, я не могу вам гарантировать того же самого на вашем лице, но на моем лице она держится без всяких претензий. Ну и раз я уже достала и показала вам эту палетку корректоров, консилеров от Golden Rose, я буквально в двух словах расскажу вам о ней. Здесь пудровый продукт один, все остальные кремовые. Очень жирные на пальце, давайте покажу, такое ощущение, прям масло как будто. Они достаточно плотные, но при нанесении на кожу, они через некоторое время как будто бы подсыхают и становятся таким спудровым эффектом. Однако все равно, я считаю, что эта палетка больше подойдет для сухой кожи. Кожи? Кожи. Степень перекрытия, прыщичков, всяких покраснений, чуть больше средней, но и максимально плотным. Эту палетку с корректорами, консилерами я бы не называла. В целом соотношение цены и качества у продукта очень хорошее. Ну что, давайте дальше. У меня есть еще одна новинка от бренда Golden Rose. Это контурирующая палетка. Давайте, открывается она вот таким образом. Здесь есть защитная пленочка. Это контур, бронзер и хайлайтер. Все продукты абсолютно матовые, без каких-либо вкраплений, блестящих частичек. Я использую хайлайтер как пудру, потому что на моем лице это реально пудра. Она ничего не высветляет, и этот хайлайтер подходит под тон моей кожи. Поэтому сегодня я буду использовать этот продукт как пудру закрепляющую. Она, кстати, очень тоненькая. Знаете, чем меня... Я даже не знаю. То ли восхитил, то ли поразил этот продукт. Это то ли плюс, то ли минус. Решать вам. Ни один продукт из этой палетки не пылит до такой степени, что на кисть набирается крайне-крайне дозированно, я бы сказала. Смотрите, я ее набираю вот так вот кистью возюкую-возюкую. Здесь ни одна крошечка, ни одна пылиночка никуда не попала. То есть, я бы не сказала, что очень прям плотная такая прессовка, хотя она, безусловно, плотная. Но почему-то абсолютно не пылит этот продукт. И, скорее всего, это большой плюс. Но минус с той точки зрения, что вы не наберете на кисть просто очень много, и все это будет наноситься очень тонким слоем. Но, опять-таки, для средств, которые признаны бронзировать лицо, сейчас такую, мне кажется, странную вещь сказала, да, и контурировать, это все-таки плюс. Наносится, ну, давайте назову ее пудрой, без разводов, легеньким слоем, невесовым, на коже, если вы захотите нанести как отдельный продукт, не закрепляющий, а отдельный, вот как пудру, не будет видно, не оседает на какие-то пушковые волосики на лице. В общем, очень приятная штука. А теперь мы перейдем с вами еще к одному продукту, на который у меня уже был обзор. Это одна палетка. У меня есть еще одна палетка. Она называется палетка для скульптурирования. И здесь есть контур. Это, кстати, из коллекции металлс. Здесь есть контур, хайлайтер и румяна. И здесь уже все блестящее, все с вкраплениями блестящих частичек. Здесь мне очень-очень понравился хайлайтер. Очень красивый, очень нежный, абсолютно универсальный. Под разными освещениями, вот я сейчас смотрю, при достаточно плохом освещении он бежевый. Если куда-то направить на свет, он имеет какой-то, наверное, даже чуть золотистый оттенок. Но оттенок поистине универсальный и на зиму, и на лето. Сейчас давайте я вам сводчик покажу. Вот такой вот блеск, никаких крупных блесток и скорее влажное свечение. Какую бы мне кисточку взять? Давайте я возьму кисточку специально предназначенную в кои-то веки. Вот, кстати, эти продукты уже пылят. Они значительно более рыхлые и, как вы видите, уже палеточка такая немного грязноватая. И буквально тоненьким слоем, тоненьким слоем посмотрите, какой блеск интенсивный. Немного под бровь, чтобы тени потом впоследствии лучше растушевывались. Если наславить, будет прям такое жесткое сияние. Мне сейчас это не надо. Мне просто нужно, чтобы вы уловили оттенок и какое свечение дает этот продукт. меня часто просят показывать сводчи даже тех продуктов, которые я не показываю, поэтому на лице. Поэтому давайте я вот так вам покажу. Румяна, кстати, ну, знаете, как они на любителя, потому что они очень блестят, а вообще качество палетки очень достойное. Вот так вот выглядит. Так, хайлайтер уже показывала, и вот сюда вот бронзер. Вот таким вот образом выглядит этот риво. Ну что, давайте дальше. Я из палетки, которая предназначена для контурирования, как раз-таки возьму контур. Бронзером тоже не буду пользоваться. А вот контур мне понравился абсолютно точно так же, как и пудра. Не пылит, ни в какие стороны ошметки пудр и скульптурирующих средств не разлетаются, наносится очень-очень немного, но этого достаточно для того, чтобы сделать красивую тень. Что касается цвета, мне лично кажется, что тоже очень универсальный оттенок. Он в палетке выглядит немного более серо-коричневым, чем есть в жизни. В жизни он все-таки имеет такой теплый подтон. Я не скажу, что рыжий, не скажу, что красный, но все-таки на мой взгляд это теплый подтон. И вот так вот получается у меня скульптурировать с помощью этого средства. Я, кстати, тут недавно думала, что если бы меня вдруг кто-нибудь заставил выбрать для своих макияжей только один бренд, продукцию одного бренда и все, и остальное бы мне все-все запретили, я бы, вообще даже не раздумывая, выбрала бы косметику Golden Rose, потому что такое количество удачных продуктов они на выпускали, ну, что на самом деле можно, конечно, для повседневного, да и для праздничных, для макияжа, куда-то на выход выбрать очень удачные продукты, которые будут очень долго служить верой и правдой. Ну, вот такого, что выпустили какой-то продукт и он мне прям настолько не понравился, что прям фу-фу-фу, вот такого еще не было ни разу. Так или иначе, каждый продукт очень достойный, просто подходящий там для такого типажа, для такого типажа, в общем, вот так вот выглядит сегодня на моем лице скульптурирование, мне кажется, достаточно естественно и красиво. Ну что, давайте дальше, у меня есть два карандаша для бровей, одним, как вы видите, я пользуюсь очень-очень активно, осталось совсем чуть-чуть, а другой практически новой, просто потому, что он не совсем под цвет, подходит это скорее для блондинок, 306 оттенок, очень советую присмотреться к нему блондинкам, потому что цвет красивый, ну такой вот прям универсальный, и оттенок 303 советую присмотреться соответственно брюнеткам, смотрите, он достаточно жесткий, кажется, что он плохо рисует на руке, и на руке он действительно рисует плохо, но когда наносишь этот карандаш на брови, это как раз-таки вот то, что надо для того, чтобы бровь получилась в меру четкая, при этом карандаш не расплывался от своей мягкости, вот смотрите, я на карандаш еле-еле нажимаю, и на бровь наносится он очень легко, я бы сказала, что, конечно, по качеству карандаш прям вот до люкса не дотягивает, потому что, например, на руке линию проводишь, и линия рисует с кое-где с пробелами, но на бровях, вы знаете, я не вижу такого эффекта, и это выглядит достаточно естественно, вот если оценивать по пятибалльной шкале, я бы поставила карандашку 4, только потому, что мне немножко не хватает в карандаше для бровей все-таки водостойкости, мне бы хотелось, чтобы карандаш был водостойкий, потому что, если это зима-снег, бровь может размазаться под шапкой, если это лето, то, сами понимаете, жарищи, и совершенно не хочется, чтобы текли брови на лоб, вот, потому что летом мы все-таки все равно используем косметики меньше, но карандаш для бровей необходим, ну, сейчас, мне кажется, все-таки для большинства девчонок, так или иначе, брови мы с вами корректируем, вот таким образом выглядит оттенок карандаша 303, никакой красноты, никакой ржаны, все очень, все очень, даже очень, я предлагаю приступить к макияжу глаз, к сожалению, теней матовых для складки века от фирмы Golden Rose у меня нету, поэтому я сегодня возьму, опять-таки, всю ту же палетку для контурирования, буду использовать вот этот контур, и смешивать его с тенями, вот такими вот однушками, из коллекции Metals, Metallic Eyeshadow в оттенке 06 Браун, коричневый, тени вот эти вот однушечки потрясающие, очень хорошо пигментированные, сейчас покажу вам, красивое такое, я бы даже не искала металлическое, вот скорее такое металлическо-сатиновое впечатление производят, и так, давайте приступим, но помню, что продукт совершенно не пылит, поэтому можно елочить кисточкой в разные стороны, наклеил скотч, для тех, кто не видел предыдущее видео подобного плана, скотч я наклеиваю для того, чтобы просто мне было делать удобнее макияж, потому как перед камерой и когда зеркало далеко, можно выехать за границу, а мне хочется, чтобы все-таки это было поровнее, показываю вам все-таки как-никак макияж, ну и побыстрее, чтобы не придаваться лишней растушевке под глазом, поэтому быстренько-быстренько мы с вами наносим контурирующее средство в складку века, очень естественно получается, как вы видите, если честно, вот так вот я и хожу на улицу, добавляю тушь и не крашу глаза в повседневной жизни, по крайней мере, летом точно, мне вот этого вот эффекта вполне достаточно, но так как мы сегодня с вами тестируем косметику, мы с вами также в складку, ой, кистка упала, нанесем вот эти вот тени-однушечки из металлической коллекции, они уже немножечко пылят, если так прям с размаху их наносить на веко, а добавлю их просто для того, чтобы усилить цвет и придать интересность макияжу, насыщенность макияжу, исключительно с этой точки зрения. Тени-однушки, кстати, мне очень понравились, на них был отдельный обзор, если вдруг вас заинтересует, посмотрите, пройдите, плейлист называется Golden Rose и там есть все оттенки, все свочи, чтобы вам было удобнее выбирать. Вот этот оттенок, который вам сейчас показываю, 06 коричневый браун называется, он один из моих любимых. Как вы видите, наносится, кстати, у меня кисточка такая полусинтетическая, полунатуральная от фирмы L'Etoile и она достаточно мягкая, она наносит, как вы видите, так прям уверенно, цвет, ярко, четко, точно. Следующий продукт, который хочу вам показать, это жидкие металлические тени, которые называются Metallic Liquid Eyeshadow. У меня оттенок, у меня, я сейчас сижу, у меня так нога затекла, вы себе не представляете, я прям сижу из последних сил. 108 оттенок, называется Cooper Dust. Имеет, ну могла бы сказать, конечно, что обычный аппликатор, но на самом деле, конечно, аппликатор тут прям позорный, очень дешевый, тут ворсинки такие вот, ну конечно, это трэш. Наношу обычно кисточкой на подвижное веко основной цвет, основную плотность наношу вот здесь вот в ресничный ряд, то есть вот сюда, а наверх уже потом просто дотушевываю, чтобы в складке этих теней не было слишком много и это не было слишком перегружено. Потом я беру просто какую-нибудь синтетическую кисточку и все края немного растушевываю. Делаю это очень быстро, потому что тени схватываются, ну вот прям несколько секунд, и потом их уже не растушевать. Они стойкие до безобразия. Целый день хожу, цвет не выцветает, никуда не девается. Вот как сейчас я его растушую, быстро, если успею. Вот так вот он и будет держаться. На самом деле, конечно, не буду извращаться, и пальцем это значительно быстрее, удобнее, проще, и уж что-то греха дайте равномернее. Хотя макияж пальцами я делать не люблю. Эффект красивый, переливающийся, тени очень дорого выглядят на глазах. Обзор на эти тени у меня также есть в плейлисте Golden Rose. Там пару оттенков совсем неудачные, поэтому если соберетесь покупать, посмотрите обязательно обзор, вот этот оттенок 108 Cooper Dust очень удачный, он прям очень круто смотрится, прям так по-вечернему переливается, и перелив у него очень влажный, приятный, такой, я бы сказала, даже дорогой. Следующее, что мы с вами протестируем, это тоже новинка Golden Rose. Это подводка у меня коричневого цвета, она есть черного, по-моему, есть еще какая-то. Мне очень в последнее время нравятся коричневые подводки. Тонкий фетровый наконечник. Признаюсь честно, не люблю я фетровые наконечники. Коричневый цвет выглядит вот так вот, он прям такой черно-коричневый, здесь нет ни рыжины, ни красноты, поэтому эта подводка в коричневом оттенке не дает эффекта заплаканных глаз, но просто при любом раскладе. Я нанесла заранее, вот буквально пару минут назад, потому что, как только я закончу со стрелкой, мы проверим эту подводку на водостойкость, потому что она заявлена как водостойкая подводка. Я не могу сказать, что я в восторге от этой подводки. Первая причина этому, потому что я, в принципе, просто не очень люблю подводки с фетровым наконечником. А второй момент, и это значительно более, если первый относится к моим личным предпочтениям и личным пристрастиям, то второй, минус у этой подводки, он абсолютно очевидный, и очевидным он будет для всех, так скажем. Мы сейчас проверим на водостойкость, и вы поймете, о чем я говорю. Наносится подводка, знаете как, вот я не могу сказать, что она носится равномерно. Я вот, у меня вот здесь вот есть морщиночки, и она морщиночки проезжает вот этим фетровым наконечником, кое-где получается пробел. То есть я думаю, что если вы молоденькая девчонка без морщинок, то проблем не будет. Но если вы не очень молоденькая девчонка, как я, то вот эта вот история меня, честно говоря, иногда подбешивает. Именно поэтому я люблю подводки все-таки с кисточкой, потому что там раз нарисовал, раз нарисовал. А так, конечно, нужно отдать должное этой подводке в плане цвета очень красивого, коричневого. Ну и держится она очень хорошо все-таки, если мы не говорим о водостойкости. У меня есть термальная вода. Если кого-то смущает именно термальная вода, знайте, что с обычной водой эта подводка ведет себя точно так же. я наношу и просто вот так провожу пальчиком. И все, и подводка вся потекла. Соответственно, на глазах и, как вы видите, течет она прям без остатка такая вот. И на глазах это совершенно точно так же. То есть, если вы заплакали, если вы там в глаз вам что-то попало, то подводки не останется на глазах и следа. И, честно говоря, меня это подрастроило, потому что я могу сказать, что, по сути, обещания, которые давали, давала эта подводка, вот эту водостойкость, она не оправдывает. Хотя она на глазах, если все-таки влага не попадает, если вы, как обычная подводка, она держится очень неплохо. Давайте, теперь я покажу вам тушь. Тушь, это тоже новинка у Golden Rose, называется она Dramatic Lashes Night Black Mascara. Эта тушь, это практически копия туши от фирмы Chanel Le Volume de Chanel, которая была у меня неоднократной, сейчас есть в миниатюрах просто неограниченное количество. Она очень похожа, здесь, кстати, силиконовая кисть, ну, такого, среднего размера, очень удобная, я буду наносить и рассказывать вам. Она очень похожа на Chanel, во-первых, густотой, тем, что не надо раскрашивать ее 4 месяца перед тем, как она вообще что-то начнет там красить и создавать ресницы. В один слой выглядит очень естественно, но ресницы действительно появляются и они становятся и объемными, и немножечко даже удлинение придают. Вот буквально, смотрите, один взмах и ресницы уже на моем лице появились, хотя ресницы у меня, я еще раз повторюсь, уже в тысячный раз практически нету, они смотрят вниз, коротенькие. Подвинусь к вам поближе, чтобы я не была голословной, и вот я наношу второй слой, причем кисточку я даже не опускала в тушь повторном, то есть то, что есть на кисточке, вполне достаточно для того, чтобы накрасить ресницы на одном глазу и не лазить в банку повторно туда-сюда. Я вам так скажу, для меня тот эффект, который вы сейчас видите, это просто эффект вау, это идеальнейшая тушь. Если у вас есть ресницы от природы, то она сделает вам ресницы просто доброй. Все, больше не буду даже морочиться с нанесением, потому что все видно, тушь не отсыпается в течение дня, держится великолепно, очень стойкая, при этом средствами для снятия макияжа, двухфазными какими-то средствами удаляется без всяких проблем. Если нанесете, конечно, очень толстый слой, она начнет размазываться, но это как любая тушь, я не считаю это ее минусом. И вот, в общем-то, что получается, если кисточку вытащить из тюбика и больше ее туда не засовывать, вот столько туши наносится на глаза. Так, давайте-ка дальше к следующему средству перейдем. Это блеск для губ и румяна. Очень маленький флакончик, также удобно носить с собой. Что касается этого средства использования как блеск для губ, я не пользуюсь в повседневной жизни этим средством, потому что полупрозрачное такое покрытие, очень легкое и на губах очень нестойкое. Смотрите, ну, такой вот полупрозрачный матовый блеск для губ. Ну, такой финиш, знаете, даже не то, что матовый, а вот он какой-то такой вот вельветовый. И поэтому таким образом я не пользуюсь. Но этим средством у меня в оттенке 02, также есть обзоры на все оттенки, я пользуюсь как румянами. И это очень потрясающее средство для этого, потому что, во-первых, на щеках держится весь день. Вот прям щечки классные, натуральные, особенно вот так вот, натуральные. Это средство очень понравится тем, кто считает, что им не идут румяна. Сейчас я, кстати, как вы видите, много достаточно нанесла, можно наносить одну капельку. Если вы считаете, что вам не идут румяна, попробуйте вот это средство. Это эффект, как будто у вас просто румянец изнутри, и нету никакого сверху покрытия. Естественно, естественно. Я сейчас показываю с перебором в цвете, только потому, чтобы вы видели оттенок, ну и вообще просто эффект какой дает. И так же вторую щеку. Если нанести совсем капелюшечку, будет крайне натуральный эффект. И действительно, что меня поразило, так это то, что держится на щечках прям весь день. Хотя румяна это такой продукт, который на моем лице ну час-два абсолютно любые румяна, и с лет их простыл. Ну а мы с вами перейдем к последнему на сегодняшнее видео. По-моему, если я ничего не забыла, а я, наверное, ничего не забыла, я покажу вам две помады. Эта помада называется Soft Matte Creamy Lip Color. Их очень много оттенков в коллекции, и на все оттенки были обзоры. Мне особенно нравятся два. Это оттенок 101, оттенок 110. Я вам сегодня, наверное, покажу оба. Оттенком номер 101 я пользуюсь в повседневной жизни, потому что он такой натуральный, и он не делает из меня кикимору болотную. Я надеюсь, что камера все-таки это будет правдоподобно передавать, потому что сейчас я вижу, что цвет более лиловый, чем он есть на самом деле. Потому что у меня какое-то сегодня холодное освещение. Я тут, знаете, я тут копалась на днях в настройках камеры, камеры сбило все, поэтому я сейчас снимаю, даже не знаю, что у меня в итоге получится. Это потрясающие помады, бархатистые, мягчайшие. Они настолько приятны, что сложно передать. Через 5-7 минут они полностью застывают, но при этом не образуют пленку. Слушайте, да, наверное, я что-то погорячилась с настройками камеры. Не образуют пленку и при этом становятся матовыми, не ощущаются на губах абсолютно и очень стойкие. И когда вы даже что-то жирненькое едите, цвет постепенно уходит, но по контуру ничего не размазывается. Ну и давайте покажу вам еще один оттенок. Это оттенок номер 110. Это тоже один из моих любимых цветов, поэтому хочу вам его показать. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным, интересным. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Мне будет очень приятно. Нажимайте на колокольчик и также буду рада видеть вас в своем инстаграм. На сегодня все. Хорошего вам дня или ночи. Пока!